Всем привет! Вы на канале RaceBros и сегодня мы вам расскажем о Super GT и почему его стоит посмотреть. Начнем с самого начала. Что вообще такое Super GT? Super GT это главный автоспортивный чемпионат Японии, основанный в 1993 году, ранее известный как JGTC. Здесь вы можете найти гонщиков мирового класса, а также уникальные автомобили, выступающие в двух классах GT500 и GT300. В сезоне 8 гонок, которые проходят на таких легендарных трассах, как Фудзи, Судзука, Суга и другие. Если попробовать кратко описать чемпионат, то это некая смесь Формулы 1 и гонок на выносливость. Дистанция гонки варьируется от 300 до 1000 километров, а в одном экипаже едут два пилота, которые сменяют друг друга во время питстопов. Помимо смены шин, здесь проводят о заправке, о возвращении которых так мечтают многие поклонники Формулы 1. Самые внимательные зрители уже могли заметить некоторое сходство машин SuperGT и DTM, и это не просто так. Оба первенства почти всегда шли рядом и долгое время предпринимали попытки объединиться. В 2020 году организаторы обоих чемпионатов приняли регламент класс 1, унифицировав часть компонентов, но даже тут отразился разный подход. Если в DTM пытались унифицировать как можно больше деталей и запретить доработку прототипов по ходу сезона для борьбы с раздутыми бюджетами, то японцы наоборот боролись за то, чтобы у них осталась возможность дорабатывать свои машины. Эти отличия хорошо показывают слова Масааки Банда, промоутера японской серии. У нас совершенно разные культуры. В DTM вкладываются в рекламу и отдел продаж, а у нас производители хотят тратить ресурсы на развитие техники. Но объединение двух чемпионатов полностью провалилось. DTM в очередной раз перезапустился с более простыми машинами GT3. А Super GT не только продолжили развивать регламент класс 1, но и получили все права на него. Встретить эту уникальную технику теперь можно только у них. Так почему все-таки стоит приобщиться к миру японских гонок? Сейчас об этом и поговорим. Во-первых, это очень красиво и быстро. Super GT выступает два класса автомобилей. GT500 – это силуэт прототипа, построенный по регламенту класс 1, допускающий доработки двигателя и аэродинамики. И это самые быстрые машины с закрытыми колесами в мире. В этом классе выступают три крупнейших автопроизводителя Японии – Nissan, Toyota Lexus и Honda. По регламенту автомобиль должен быть похож на свой гражданский аналог, благодаря чему силуэт прототипа узнаваемый. Хотя по факту от машин остаются в лучшем случае только оптика и форма. Смотреть на такие машины гораздо приятнее и понятнее обычному человеку, чем за прототипами из LMP2 или LMH, которые не имеют ничего общего с дорожными автомобилями. С GT300 все немного сложнее. Тут уже три подкласса, которые сражаются друг с другом за победу. Один из них – это GT3, и что-то рассказывать про него особого смысла нет. Это самый массовый гоночный класс в мире, который используется практически везде. А вот остальные уже являются особенностью Super GT. Второй – JAF GT300 – это самые дорогие силуэт прототипы, которые полностью спроектированы по регламенту Японской Автофедерации. Такие машины очень сложны в производстве, и поэтому в этом классе участвуют только заводские команды. Последний класс – это JAF GT300MC – это более дешевые и стандартизированные силуэт прототипы. При постройке такого авто используют одно материнское шасси и мотор на выбор, что существенно сокращает бюджет на постройку такого автомобиля. Аэродинамика, расположение двигателя, тормоза и другие узлы можно поставить любые на усмотрение конструктора. Многие частные команды строят такие прототипы для участия в чемпионате. Все три подкласса автомобилей также имеют общие черты с заводскими, но не только это делает их такими привлекательными. В Super GT большая свобода в плане экстерьера автомобиля, в отличие от других чемпионатов, где производитель порой вынуждает использовать в ливре и автомобиле обязательные корпоративные элементы раскраски. А выбор дисков здесь не ограничен только амалогированными моделями. Да и просто, видимо, у японцев очень хорошо развито чувство прекрасного. Во-вторых, это тот самый олдскул, который вы ищете. Нынешний автоспорт стал слишком прилизанным, политизированным и унифицированным, но только не в стране восходящего солнца. Жесткая борьба между пилотами и всех против всех, никакой командной тактики. Где столкновение между авто от одного и того же производителя не такая фантастика. Представив такое в ДТМ просто невозможно. А интрига сохраняется до последней гонки. Нередки проигрыши фаворитов сезона на последних кругах. Как, например, проигрыш уверенно лидирующего в личном зачете пилота Хонда на оке Ямамото в 2021 году из-за столкновения с другой Хонда. В Super GT минимально возможная унификация машин, как в Формуле 1. Тут развиваются настоящие конструкторские войны. Каждое инженерное бюро пытается выжать максимум возможное для победы. Сложная и развитая аэродинамика, постоянная доработка мотора. Стоит отдельно отметить, что эти четырехцилиндровые монстры выдают по 700 л.с. на обычном бензине, без каких-либо гибридных установок. Подход всех производителей разный, и поэтому преимущество нередко переходит из рук в руки в зависимости от расы. Помимо этого, огромную роль играет и выбор производителя шин. В Super GT 4 поставщика – Мишлен, Бриджстон, Якохама и Данлоп. И каждый из производителей старается дать своим клиентам лучшие шины для каждой гонки. Шинники готовят разные составы под каждую трассу и каждый экипаж. Бывает и такое, что один и тот же состав шин хорошо себя проявляет в квалификации, но в гонке из-за перегрева и износа не дает экипажу занять высокую позицию. Это вносит дополнительные моменты неожиданности во всем сезоне. В гонках Super GT многое решает тактик. На пидстопах разрешается менять не все четыре колеса, и нужно рассчитывать, сколько доливать топлива. Ведь промахнувшись, можно лишиться не только победы в гонке, но и в чемпионате. А еще здесь нет никакого ДИАСа или его аналогов, превративших обгоны в обычные опережения напрямых. Все это в совокупности дает постоянную борьбу, и, зачастую, судьба титула решается в последней гонке. В-третьих, это битва самураев. Главный герой любого чемпионата – это люди. Одна из причин популярности Формулы-1 заключается в том, что проще из 20 гладиаторов найти пилота или команду, за которых приятно болеть. Именно поэтому многие гонки GT кажутся немного безликими. Ведь новичку будет очень трудно выбрать себе любимчика из 120 пилотов, которые участвуют в заезде, но только не в Super GT. На одну машину тут приходится по два пилота, а всего в главном классе GT 515 автомобилей. Из-за высокого статуса чемпионата в Японии сюда не попадают рентодрайверы и медленные пилоты. В Super GT участвовали бывшие пилоты Формулы-1, например, Баттон и КВ Лайнин. В чемпионате отметились такие звезды японского автоспорта, как Камуи Кабояши, Казуки Накаджима, Хеичи Цучия, да, тот самый, и многие другие. Из-за ковидных ограничений количество европейцев в Super GT сократилось, и знакомых имен там осталось очень мало. Баттон ушел после сезона 2019 года. КВ Лайнин покинул серию из-за того, что ему приходилось все время находиться в Японии. Но это не означает, что следить там больше не за кем. Можно обратить внимание на двукратного чемпиона Наоке Мамото, который вместе с Дженсоном Баттоном смог завоевать свой первый титул в 2018 году, и до последних кругов боролся за чемпионство в 2021. Отчего только стоит история Нобы Тани Гучи, прошедшего путь от уличного гонщика до трехкратного чемпиона Super GT. Он все еще уступает на узнаваемом анимешне Mercedes-AMG GT3. Есть и Джулиан Ализи, который поедет за чемпионскую Toyota номер 36. Чемпион Формулы Рено и японской Формулы 3 Саша Финистрас. Чемпион GT300 Жуан Паула Де Оливьера. И много других отличных гонщиков. В общем, есть за кого поболеть. Ну что, уговорили? Стоит понимать, что все перечисленное только вершина айсберга, как и в любом автоспортивном чемпионате. Если вас заинтересует Super GT, то вы найдете в нем уйму интересных мелочей, которые только подогревают интерес к происходящему. И чтобы вы не пропускали интересные новости, статьи и видео, а мы развивались дальше, мы рекомендуем сделать одну простую вещь. Подписаться на наш телеграм-канал и канал на ютубе. До новых встреч. Пока! Текст писал Дмитрий Чумаков. Озвучил и монтировал его Павел Афанасьев.